В Украине уже 17-й день. Продолжается полномасштабное вторжение армии Российской Федерации. Что происходит в разных регионах нашей страны, смотрите далее. Со вчерашнего вечера продолжаются обстрелы в Николаеве. Под огонь попали онкологическая больница и станции экстренной медицинской помощи. Два человека получили ранения, сообщил глава местной обладминистрации Виталий Ким. Добрый ранок из Украины. Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным хаотичным огнем. Больницы, интернат, котельные попали по трубе. Они меняют тактики, шутки так себе. Они теперь выезжают, стреляют и бегут. Размещаются в селах, квартируются там в школах сельских, в домах. То есть мы не можем плотно накрывать назад. Правил нет. Теперь работаем с ними жестче. Аэропорт Васильевки Киевской области полностью уничтожен, сообщила мэр Наталья Балесинович. Сгорел также склад с боеприпасами. Восемь ракет влучили и обстреляли аэропорт. Внаслідок завданных ракетных ударов. Аэропорт полностью снищено. Снищено льотную полосу, сдетонував склад с боеприпасами. И они досі детонують, потому что одна из ракет влучила саме в склад боеприпасов. Також снищено склад с паливно-мастильными материалами. Внаслідок цього повністю ліквидовано здатність нашого аэропорта. В 3.50 в селе Квітневе Браварского района Киевской области в результате обстрела возник пожар на складах хранения замороженной продукції. Предварительно жертв у пострадавших нет. Вчера в Сумской области бойцы теробороны остановили три танка оккупантов и одну самоходную артиллерийскую установку. Чернигов утром 12 марта из-за действий российских войск остался без электричества, газа, воды и отопления. Есть также проблемы с интернетом и мобильной связью. Гибнут мирные люди. Дуже багато людей отримает поранения. Ворог наносит удары по цивильной инфраструктуре. Там, где войскових нема и не было. Сегодня прилетело в готель «Украина». Я сейчас тут находлюсь, а нема больше в готелю. Но есть Украина. И она будет. И есть наша миссия. Миссия украинцев. И она полягает в том, чтобы Путин, хворый, сбоченный, тварюка, ковтнул яду в своем бункере на Урале. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области не менее двух тысяч человек вышли на митинг с требованием освободить мэра города Ивана Федорова, которого накануне взяли в заложники. Представитель офиса президента Алексей Рестович прогнозирует, что в ближайшие недели российские войска попытаются совершить еще одно наступление с броском своих резервов на те направления, где они могут преуспеть. За данными нашего командования, понад 90 батальонных тактичных групп противник застосовав на территории Украины, начиная с 24 лютого дня начатка агрессии. Понад 30 изнищено, або выведено из лады, втратили боездатность. То есть мы перемололи третину войска противника. Сейчас противник пытается, Саш Кребет резервы десь там с миротворцев на Кавказе, с Крыму, с ЛНР, с Россией, при ДНР так званых проводят частковую мобилизацию. И намагается створить угруппование еще в 10, 15, до 20 тысяч осіб. И за пару тижнів намагаючи кинуть их снова на фронт, намагаючись переломить ситуацию. С начала российского вторжения из Украины уехало уже 2,5 миллиона человек, сообщил Верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппа Гранди. Из них полтора миллиона перебрались в Польшу. 225 тысяч в Венгрию и 176 тысяч в Словакию. Потери личного состава врага на сегодня более 12 тысяч человек. Наши военные уничтожили 362 танка, 1205 бронемашин, 58 самолетов и 83 вертолета. Информацию, происходящую на фронте, сообщил Генштаб ВСО. За результатами бойовых действий большинство подразделей Збройных сил РФ, что имели безпосередний вогневый контакт с подразделами Збройных сил Украины, деморализовано. Морально-психологічный стан особого склада продовжує знижуватися. Фіксуются випадки сдачи в полон окремими группами. Протягом останніх трех діб спостерігається рух малих групп дезертирів противника у напрямку державного кордону. Ворог відчуває велику проблему скомплектуванням резерву. Збройні сили України у злагодженній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ. Міністерство культуры і інформаційної політики обнародувало видео, призывающее западних партнёров закрити небо над Україной. В ролике решили показати Париж, который начали разрушать вражеские самолёты. Евгения Панченко, Надежда Бондаренко, 7 канал.